МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Георгий Константинович Жуков. Маршал Советского Союза. Заместитель Верховного Главнокомандующего. Кавалер Ордена Победа за номером 1. Нападение фашистской Германии встречает в должности начальника Генштаба. 22 июня 1941 года первым сообщает Сталину. Немцы бомбят наши города. Началась война. Спустя месяц Верховный Главнокомандующий придет в ярость, услышав еще один доклад Жукова. На западном направлении необходимо организовать контрудар с целью ликвидации Ельнинского выступа, который гитлеровцы могут использовать в наступлении на Москву. Но для этого придется оставить Киев. Диалог Жукова и Сталина в протоколе заседания Генштаба от 29 июля 1941 года. Сталин. Что за чепуха? Как вы могли додуматься сдать врагу Киев? Жуков. Если вы считаете, что я, как начальник Генштаба, способен только чепуху молоть, тогда мне здесь делать нечего. Прошу послать меня на фронт. Сталин. Не горячитесь, а, впрочем, мы и без Ленина обошлись, а без вас тем более обойдемся. Жуков отправляется командовать резервным фронтом и проводит Ельнинскую операцию, которая становится первым успешным наступлением советских войск. Спустя три месяца контрнаступление под Москвой. Фашистские войска отброшены на запад. Освобождены Тульская, Рязанская и Московская области. В январе 43-го после героической обороны Сталинграда первым с начала войны получает звание маршала. Весна 45-го. Войска под командованием Жукова берут Берлин. Штурм начинается 20 апреля, день рождения Гитлера. Уже через сутки советские войска ведут бои на окраинах германской столицы. Операция заканчивается победой Советского Союза в Великой Отечественной войне и входит в ее историю как одна из самых кровопролитных. За 23 дня советские войска потеряют убитыми 78 тысяч солдат и офицеров. 9 мая 45-го года в 0 часов 43 минуты по московскому времени Георгий Жуков подписывает акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 24 июня принимает парад победы на Красной площади в Москве.